Итак, мы с вами обсудили листовую пластинку, но опять же, давайте вспомним, что листовая пластинка состоит из нескольких частей. Да что ж такое-то, ну куда ж ты? А вот она, сейчас, фломастер. Так, что лист состоит из четырех частей, это, соответственно, листовая пластинка, это черешок листа, это прилистники, вот здесь вот они нарисованы. Ну и на самом деле вот это вот листовое основание, это то место, коим лист примыкает к стеблю. Ну, если мы говорим про черешки, а сейчас наша речь идет с вами, зайдет про черешок, то глобально все листья делятся на две группы. Листья либо сидячие, либо черешковые. Ну, когда мы говорим про черешок, то давайте вспомним вообще, зачем он нужен. Итак, как вы думаете, какая основная функция черешка? Тут надо либо руку поднять, что-то мне сказать, в общем, что-то, либо написать. Итак, как вы думаете, какая основная функция черешка? Зачем он нужен? Злата, давайте. Отнесение листьев дальше, хорошее. Вынесение листа на солнце, да. Большая площадь для фотосинтеза, кстати, Зиня, хорошая идея. Удержание, укрепление, да. Формирование листовой мозаики, да, совершенно верно. Да, дальше все на самом деле верно. Значит, основная функция черешка, это, конечно же, и тут самое смешное, я даже не могу понять вот у себя в голове, я не могу понять, какая же из них основная. Потому что это абсолютно две равноценные функции. Первое – это отнесение, соответственно, листовой пластинки максимально подальше от материнского растения для того, чтобы лист захватил больше квантов света. И, как следствие, это формирование листовой мозаики. Ну, можно, наверное, это описать словосочетанием формирования оптимального положения листовой пластинки в пространстве. Как-то так. А уж куда, чего. При этом черешки бывают очень-очень разными. Когда мы с вами будем брать анатомию листа, а мы будем это на следующем занятии с вами делать, мы с вами отдельно будем говорить про анатомию черешков. Потому что бывает такое, что черешки дают резать. Ну, то есть там на праках дают резать или в заданиях встречаются. В общем, типа порежьте черешок, расскажите, что там. И в итоге выясняется, что черешки-то, на самом деле, с анатомической точки зрения очень разные получаются. Вот перед вами знаменитая пальма, которую зовут Рафия Смолистая. А у нее черешки, а здесь черешки, это, чтобы вы понимали, вот это, могут достигать 4-5 метров в длину. Ну, то есть черешочек, это не всегда что такое, ой, я такое нежное создание. Нет, черешок может быть дубиной, которой можно убить. Причем более того, вы, наверное, не знаете, но иногда у пальм черешки имеют вот такие вот зубцеподобные выросты. И они реально зубцеподобные. То есть там в этих выростах как бы механическая ткань. То есть вот такой вот штучкой почешете себе спиночку, и ничего у вас от кожного покрова не останется. То есть это такая монолитная констракшн, которая, ну, во-первых, должна выдерживать гигантскую лопату листовой пластинки. Вы понимаете, да, какая механическая нагрузка идет на этот, соответственно, черешок. И там как бы можно решать разными путями. Можно быть максимально гибким, тогда куча коленхимы, либо нужно вертикализироваться, как происходит от урафии. И тогда, да, это, конечно, много мертвых механических тканей. Другая интересная история – это вот эти сидячие листья. Я даже загуглила где-то, и я вроде даже вспомнила, как называется этот вот тещин язык по латыни. Там что-то на S начинается. Я уже забыла, как. В общем, этих тещинных языков, на самом деле, куча разных всяких. Божественное название, да. Нет, он реально называется тещинный язык. То есть я знала его только как тещинный язык. О, да-да-да, извиняя, спасибо. Сенсивьера, да, совершенно верно. На самом деле этих тещинных языков много разных. Здесь они такие с более-менее округлой листовой пластинкой, а есть просто фактически с линейными листами. Вот у нас как раз на кафедре не вот такой тещинный язык, у нас на кафедре вот такой вот. Причем самое смешное, что у нас на кафедре живет в детском, песочном горшочке, в детском ведре, наши сотрудницы. То есть этому ведру типа там лет 25 или 30. Вот сколько живет у нас этот тещинный язык. Ну и как вы понимаете, когда речь заходит про сидячие листья, то тогда совпадает положение основания листовой пластинки и основания листа. То есть это получается единым целым. И когда мы говорим про сидячие листья, то нет смысла описывать основание листовой пластинки. Ну потому что вы будете описывать не основание листовой пластинки, вы будете описывать основание листа. Я просто дома листом решила вегетативно размножить. А, и получилось, Зинят? У вас получилось? Просто интересно. Просто Зинят в чате пишет, что она дома решила листом размножить. Зинят, на самом деле это все зависит от того, конечно, в какой период вы решили его воткнуть. То есть это еще от сезона будет зависеть. И во что вы его поставили? В воду поставили или в какой-то там, не знаю, вермикулит. Только-только вышли предаточные корни. А, ну тогда все хорошо. Тогда у вас все замечательно будет. Ну все нормально. Так, следующая наша особенность. То, что черешки-то на самом деле не всегда выполняют чисто выносящую функцию. Иногда у них эта выносящая функция сопряжена с очень интересной особенностью. Вот, например, давайте посмотрим на удивительное растение, которое называется водный гиацинт. У него очень специфический черешок. У него черешок в основании сильно раздувается, создавая водную камеру. Воздушную, простите, воздушную камеру. Это реально поплавок. Вот прям в прямом смысле поплавок. Ну, соответственно, есть продолжение черешка обычное. Как бы там под водой тоже немножечко есть обычного черешка. А самая главная его часть, вот эта вот раздутое. Зачем это нужно? Ну это же тоже вынесение листа на оптимальную площадь, на площадь с оптимальным освещением. Ну это же так? Да, это так. А то, что это делается при помощи поплавка, ну быва нет. Вот, у нас в Турции тоже очень интересные черешки, но то есть на самом деле они интересны только тем, что они очень тоненькие, но при этом очень длинные. То есть там удивительнейшая механика. То есть анатомия там очень интересна. Группа ВК закрыта. Может кто-нибудь сказать, кто админ? Я не могу в нее вступить. Так, ладно, это вы сами разбирайтесь. Я просто ничего не знаю по этому поводу. Так вот, эти черешки, они очень тоненькие, но при этом довольно длинные. А вообще вот это очень удивительные листья, это так называемые пельтатные листья. Я сейчас даже напишу. Пельтатные. Пельтатные листья – это те, у которых черешок входит ровно в середину листа. То есть фактически эти листья лишены как класс основания листовой пластинки. Ну, то есть его нет просто. Там нет никакой формы основания листовой пластинки. Потому что, когда мы говорим про основание листовой пластинки, мы имеем в виду там какую-то выемочку, куда заходит черешочек, который крепится. Здесь этого нет. Здесь, простите, там нет никакой выемки. Там просто листовая пластинка. Есть целая группа растений, которая занимается тем, что творит для себя вот эти пельтатные листья. У этого количества водных тропических растений есть прямо гигантские вот эти пельтатные листья. Ну, понятно, что у них чаще всего это как честное такая, настоящее пальчато-сетчатое желкование. Ну, в общем, такое пальчатое желкование. В принципе, тоже все видно. Ну и, конечно, если мы говорим про большую размер листовой пластинки, то, конечно, тогда черешок становится более мощным. У нас в Турции листовая пластинка не очень большая, плюс легкая. Ну и, конечно, черешок тоже механически не сильно модифицирован. Итак, следующая наша с вами часть листа – это основание листа. Еще раз повторюсь, основание листа, особенности основания листа возникают только тогда, когда листья становятся сидячими. Потому что если присутствует черешок, то основание листа всегда, в принципе, по форме более-менее одно. Это некое такое расширение, не очень большое по площади, которым лист крепится к стеблю. Как только черешок исчезает по той или иной причине, то фактически сама листовая пластинка контактирует непосредственно со стеблем. А так как листовая пластинка может быть большой, то способы контакта листовой пластинки с побегом сильно варьируются. Еще раз, модификации виды основания листа возникают только в тот момент, когда листья перестают быть черешковыми. Это важно понимать. Потому что когда у нас черешковый лист, это простое основание листа. Никакое особенное. Просто основание листа. Все оставшееся, о чем я сейчас вам буду рассказывать, это только происходит в тех случаях, когда у нас, соответственно, еще раз исчезает черешок. Сейчас я удалю себе свои записи. Так, ну поехали. Итак, первый вариант основания листа – это полустеблеобъемлющее основание. Ну, русский язык все знаем, по названию все понятно. То есть листовое основание, а именно части листовой пластинки наполовину обнимают стебель. То есть если мы говорим, что вот у нас стебель округлый, то листовая пластинка наполовину обнимает вот этот стебель. Полустеблеобъемлющее основание. Следующий вариант – это стеблеобъемлющее основание. И тут, конечно, кто в лес, кто под ровами. Существует три варианта стеблеобъемлющих оснований. Вы не волнуйтесь про каждое, про отдельности. Мы с вами поговорим. Я покажу фотографии на каждый вариант. Просто сейчас это как бы водная табличка. Стеблеобъемлющее основание бывает трех типов. Первый вариант – это вот прям честное стеблеобъемлющее основание, когда листовая пластинка полностью обрастает стебель. И получается, что стебель как бы протыкает лист. И тогда эта конструкция называется пронзенный лист. Ну, он правда пронзенный, его пронзили стеблем. Если кто-нибудь знает оперу Евгения Онегин, там, значит, есть Ария Ленского, и он поет, значит, умру ли я стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она. Ну, в общем, есть перевод на украинский язык, значит, умру ли я дрычком пропертый, иль мимо прошпендорит вын. Очень красиво. Следующий вариант – это тоже стеблеобъемлющее основание, но только в случае пронзенного листа листовая пластинка полностью срастается. В случае же этого листовая пластинка не срастается, а выглядит примерно вот так. То есть лист обнимает стебель, но вот эти вот части, они не срастаются друг с другом. То есть единого полотна листовой пластинки не получается. Там все-таки есть некая выемка. Ну и другой вариант, но, в принципе, тоже стеблеобъемлющее основание, но все равно его причисляют к этой категории. Там как бы в полной мере объятия стебля не происходит. Просто часть листовой пластинки, ну, то есть если вот у нас стебель, часть листовой пластинки, она как бы продолжается по стеблю до следующего узла. Вот в следующем узле, значит, опять у нас лист, и дальше он опять продолжается. Я покажу, как это выглядит. То есть получается, что это как бы дополнительное увеличение, наверное, фотосинтезирующей поверхности, хотя оно такое, честно говоря. Этим очень часто злоупотребляют различные сложноцветные. А вы знаете, что особенно у травянистых сложноцветных, у них, или астровых, они очень часто злоупотребляют игольчатым краем листовой пластинки. И получается, что их стебель весь в иголочках. То есть у них мало того, что листовые пластинки все с игольчатым краем, стебель тоже. И вот этот несбегающий лист, он очень часто встречается у травянистых астровых. Прям, ну, не у всех, конечно, но у многих. И тогда здесь не зря вот так вот это нарисовано, потому что на самом деле это все иголочки. Ну, конечно, в руки брать это не стоит. Типа, цветочек, я пойду и возьму, сорву тебя. И такая кровь по руке потепла. Нет, так не надо делать. Ну, и третья категория оснований – это особый вариант основания листа – это влагалища. Влагалищные листья тоже, расскажу, они бывают разными, формируются по-разному. И вообще ботаническое слово «влагалище» имеет два происхождения. Есть особое влагалище злаковых, есть влагалище зонтичных. Это немножко две разные вещи. Они по-разному с эмбриологической точки зрения образуются. Вот, поэтому и то, и то называется влагалищем, но они при этом не равны друг другу. Да, ну вот они, собственно, бывают замкнутые и не замкнутые, но тоже мы об этом поговорим. Итак, первый вариант – это полустеблеобъемлющие основания. Значит, давайте смотреть. Ну, как вы понимаете… Да, Кирилл, у вас какой-то вопрос. Вы просто включили динамик. В любом случае, смотрите, значит, это растение называется кузинья. Судя по цветочку и по игольчатому краю, к какому, к какой группе растения оно относится? Вот тоже сюда посмотрите. Что это за соцветие? Кому оно характерно? Это сложноцветные, да, или… А, Кирилл, ну ничего страшного, можете поговорить со мной. Это сложноцветные или астровые? Я специально не сказала слово «семейство», да, потому что… Ну, сейчас немножечко другая систематика, и я не могу поручиться за то, что кузинья относится непосредственно к астровым, потому что вот эта вот группа большая, клада сложноцветные, там много семей сейчас в нее входит, и я не уверена, что вот это к кузине именно относится к астровым. Но в любом случае, это характерное соцветие, это соцветие корзинка, плюс еще вот эти вот игольчатые края листовой пластинки, плюс это еще травянистые, а еще на фоне холмов и гор, ну прям железно-астровые сложноцветные. Значит, что мы здесь наблюдаем? Вот у нас идет стебель, и вот пошла листовая пластинка. Сейчас я обведу ее, вот эта вот листовая пластиночка. Если внимательно присмотреться, то эта листовая пластиночка как бы заканчивается ровно на половине стебля. То есть на самом деле оставшаяся часть стебля оказывается за поверхностью этой листовой пластинки. Ну, если… Здесь, конечно, не очень отдачная фотография, но здесь это, в принципе, более-менее видно. Вот, соответственно, следующий листочек, вот он более маленький, вот так он окружается, он тоже наполовину заходит. Это вот это полустеблеобъемлющее основание. У кого-то это прям очень хорошо видно, у кого-то не очень, но просто у травянистых астровых у них не так много растений, именно с… Ну, у них, скажем так, у них достаточно представителей с сидячими листьями. И вот у них всякие вот эти полустеблеобъемлющие, стеблеобъемлющие основания – это все про них история. Я думаю, что этого друга вы узнали. Этот друг был сегодня с вами в тесте. Скажите мне, пожалуйста, как вы описали форму листовой пластинки этого друга? Струговидный? Да, совершенно верно. Это струговидный лист. И тут многие мне скажут, а как же можно было понять, что он струговидный, если мы не видим окончания листовой пластинки? И на самом деле вы должны мне еще были описать окончание листовой пластинки. А если вы внимательно присмотритесь, то есть вот окончание листовой пластинки и форма, а самое главное – вот она. Я говорила, что нужно смотреть на задний план. И в принципе здесь вот оно очертание окончания листовой пластинки. Да, действительно, это струговидный лист. Но в данном случае нас с вами интересует вот это полустеблеобъемлющие основания. Я, честно говоря, не знаю, что это за растение. Я сфотографировала его где-то в парке летом. Просто я подумала, что о, какое классное листовое основание. И вот посмотрите, пожалуйста. Вот у нас идет эта листовая пластинка. И она доходит ровно до половины стебля. Ну, здесь примерно то же самое. Просто здесь как бы край сильно выпирает. И кажется, что он полностью обнимает. Но это не так. Если посмотреть именно на место прикрепления, так как крепится листовое основание, то увидите, что где-то вот здесь прикрепление уже оканчивается. А вот этот край остается, эти края уже остаются свободными. Вот такой вот интересный друг. Вопрос. Хотя ладно, потом узнаю, что вы мне написали. Следующее наше с вами растение. Это уже стеблеобъемлющий лист. Это стеблеобъемлющие основания. Это тот вариант, когда листовая пластинка полностью обнимает стебель, но при этом не срастается. Вот здесь вот это как раз хорошо видно. Никакого сращения здесь нет. Но при этом стебель полностью объят. Его листочек обнимает. Здесь, в принципе, тоже это хорошо видно. Кстати, это растение... Вопрос. Как вы думаете, к какой группе... Хорошо. К какой систематической единице принадлежит это растение? И попробуйте мне это доказать. То есть куда надо посмотреть, чтобы предположить, к кому относится это растение? Так... Это одуванчик. Не-не-не, это не одуванчик. О, слушайте, ну зайка моя, ну какой одуванчик? Нет, это не одуванчик. Но мысль твоя была правильная. Я надеюсь, ты... А, Кирилл, куда ты смотрел, когда решил, что это одуванчик? Зверобой? Нет. Это какое-то сложноцветное. Да, совершенно верно. Это какое-то сложноцветное. Потому что на цветы... Правильно, Кирилл. Ну, во-первых, не на цветы, а на соцветия, друг мой. Да, вот эта вот ромашка, на которой гадают. На самом деле это соцветия. Это корзинка. И каждый вот этот лепесток – это отдельный цветочек. Кстати, вопрос. Кто-нибудь не может сказать, это язычковый или ложный язычковый цветочек? Ну, это уже совсем, конечно, для продвинутых. Но, возможно, вы узнаете. Язычковый вроде. Андрей, почему язычковый? Пять зубцов. Совершенно верно, да. Потому что ложный язычковый был бы три зубца. Не волнуйтесь, если вы не поняли, о чем сейчас мы разговаривали. Я в любом случае потом где-то к апрелю расскажу, что это такое. Горчица. Кирилл, при чем тут горчица? В общем, это растение… А, это горчица. Да, не совсем она. По-моему, это не совсем горчица. Так вот, это растение очень часто растет на южных территориях, скажем так, в Краснодарском крае, в Ростовской области, на Ставрополе. Где-нибудь там, очень часто она там произрастает, и, собственно, это растение является там сорным. Вот, и я там его очень часто встречала вдоль дорог, оно там прям цветет, ничего так. Вот. Ну, а для нас самое интересное, что вот у него стеблеобъемлющая основание, то есть стеблеобъемлющий лист. Следующее наше растение сфотографировано ровно в соседстве с этой горчицей, вроде как. И это вопрос к вам. Как вы думаете, это будет у нас стеблеобъемлющий лист или полустеблеобъемлющий лист? Смотрим внимательно. Полу. Итак, Кирилл говорит, что полустеблеобъемлющий. Кто еще за то, что полу, или, может быть, это стеблеобъемлющий? Куда надо смотреть? Ну, как вы уже догадались, это тоже кто-то из сложноцветных. Особенно вот этот вот цветочек. Стеблеобъемлющий. Зинят говорит, что стеблеобъемлющий. Хорошо, Зинят, докажите мне, что это стеблеобъемлющий лист. Ладно, Зинят, что-то немножечко не хочет. Значит, смотрите, грань, вся проблема в том, что грань между стеблеобъемлющим и полустеблеобъемлющий, она тонка. Потому что, значит, если внимательно присмотреться к этим листьям, я не зря дала несколько фотографий, вы можете увидеть, что как бы с одной стороны прикрепление происходит только до половины стебля, а эти края остаются свободными и никак не соприкасаются. В отличие от предыдущего нашего растения, у которого просто происходит физический захлест одного на другого. Я бы сказала так, что это все-таки полустеблеобъемлющие основания с точки зрения прикрепления. Но так как я не знаю систематически того, как называется это растение, я не смогла посмотреть это в морфологических справочниках. Но я думаю, что, возможно, кто-нибудь скажет, что это все-таки стеблеобъемлющие основания. Особенно вот посмотрите на этот лист, вы увидите, что на самом деле они пересекаются своими краями. Так что градация здесь, конечно, условная. Я думаю, что все-таки, когда сильно выступают края за половину, то тогда, и даже если они не соприкасаются, это все-таки будет стеблеобъемлющим основанием листовой пластинки, а не полустеблеобъемлющим. Просто в случае нашего друга вот этого, здесь как бы, особенно на молодых листьях, понятно, что это никак не может быть стеблеобъемлющим основанием. Вообще никак. Но как вы понимаете, как мы с вами уже удостоверялись не раз, что морфологические признаки в зависимости от возраста растения, от положения листа на стебле могут поменяться. Я вам уже давно, количество слайдов назад показывала, что, например, форма края листовой пластинки меняется в зависимости от того, молодой это лист или взрослый это лист. Здесь, на самом деле, может происходить то же самое. На молодых листьях, на листьях, которые находятся выше, будет полустеблеобъемлющее основание. А по мере того, как лист будет дорастать, нарастать, вовсе, вшире, ввысе, куда-то туда, полустеблеобъемлющее основание может замениться на стеблеобъемлющее основание. Как вы понимаете, грань очень тонка, и все зависит от того, желает ли растение нарастить свою фотосинтетическую площадь, фотосинтезирующую площадь. Если да, то почему бы не включить зону интеркалярного роста и не увеличить размеры вот этих вот краешков. В конце концов, если нужен фотосинтез, давайте сделаем условие для того, чтобы этот фотосинтез шел. Следующее наше с вами растение – это буплерум. Буплерумы – это очень… Кстати, вопрос к вам. Может быть, кто-нибудь из вас сможет мне сказать, к какой систематической группе оно относится? Просто у него очень специфические соцветия такие, суперспецифические. Может быть, кто-нибудь и знает, к кому они относятся. Но пока кто-то это думает, посмотрите внимательно на листовые пластинки. Это классический пронзионный лист. Вообще, буплерум очень часто используют во флористике, потому что необычные, конечно, декоративные листья. И вообще, пронзионные листья, они не то чтобы суперраспространенные. А буплерум часто у нас встречается. Никто не надумал на тему соцветий? Никто не надумал, к какой группе это относится? Соцветия, так называемые, циатии. Ну, короче, ладно. Это молочайные. У них очень часто встречаются вот такие вот соцветия. Просто молочайные, чтобы вы понимали, они не все суккуленты. Молочайные – это на самом деле гигантская группа. Она реально гигантская. Там много различных семейств. И вот просто у них очень специфические соцветия. Правда, специфические. Когда с вами мы перейдем к цветку, мы, естественно, с вами будем все обсуждать. Следующее растение – тоже кирзиум вульгаре. И это несбегающий лист. Помните, я вам говорила, что у астровок часто игольчатые края листовых пластинок. И вот благодаря несбегающим листьям, которые продолжаются по стеблю до следующего узла, у них весь стебель оказывается в этих иголочках. Ну, с одной стороны, да, это наращение фотосинтетической поверхности. Это, конечно, да. С другой стороны, наращение иголочек. Так что букетик особо не нарвешь. Не знаю, зачем это сделано. А главное, посмотрите, какие устрашающие иголки. Они же просто гигантские. На них даже смотреть больно. Что же там говорить про то, чтобы это потрогать? Вот такой вот несбегающий лист. Ну, а сейчас мы с вами перейдем к третьей группе модификации основания листа, которая называется влагалище. Что это такое? В норме лист, когда он примыкает к стеблю, ну, вы видели, да, он там может его обнимать наполовину, обнимать целиком, пронземный лист. Ну, что в этом роде. Но это разращение идет только в плоскости листовой пластинки. А что, если разрастить основание еще и в практически перпендикулярной плоскости, то есть вниз? То есть продолжится листу по стеблю. И тогда получается, что лист занимает не какую-то единую площадь, то есть фактически мы увеличиваем узел. Потому что что такое узел? Узел – это место отхождения листа. Но если как бы в норме узел – это какая-то одна точка, на которой потом можно наблюдать какие-то листовые рубцы, то почему бы не сделать узел длиной в 5 миллиметров, 10 сантиметров? Неважно, в зависимости от того, насколько это большой. С одной стороны, что это даст? Ну, можно сказать, что это может дать, например, дополнительную фотосинтезирующую поверхность. Ну, как бы да, ну, может быть и нет. Не у всех просто так используют. Но если у тебя большая фотосинтезирующая пластина, да, или она какой-то специфической формы, то это же дополнительная механическая прочность, это устойчивость. Что, вот представьте себе, да, что моя рука – это стебель. Что удобнее – вот так опираться на свою палку или вот так опираться на палку? Конечно, вот так удобнее. Это механически более прочная конструкция. А мы с вами помним, да, что видоизменения, что листовые основания и их модификации возникают тогда, когда у нас нет черешков. У тебя нет вот этого черешка, который механически прочный, который выносит с тебя там на 5 метров куда-нибудь, потому что ты рафиосмолистая. Значит, ты как-то сам должен эту механическую прочность приобретать. И ты либо ее приобретаешь за счет, например, какого-нибудь перистого жилкования и мощной главной жилки, да, либо ты вот идешь, например, по пути создания влагалищ. Это дополнительная механическая прочность. Причем такая механическая прочность, которая может приводить к очень интересному эффекту, который называется ложный стебель, о котором мы с вами тоже будем говорить. Потому что размер вот этого влагалища у всех разный. У кого-то может быть длинный, у кого-то короткий. Все зависит от. Ну, а самое главное, можно-то смыкаться полностью в трубочку, да, и тогда у нас влагалище будет замкнутое. Или можно, давайте вспомним, эффект запахнутого пальто или халатика. Можно как бы захлестом друг на друга. Собственно, как здесь и показано. Здесь показано незамкнутое влагалище. То есть как бы мы обрастаем лист, но не срастаемся краями, а как бы эффект такого запахнутого пальто. Ну, вот они, влагалища злаковых. Влагалища злаковых, они, соответственно, бывают двух видов. Незамкнутое, открытое. Ну, потому что стебель, видать. И замкнутое, это полностью такая трубочка. Вспомните, мы уже как-то об этом говорили. Клептили, да, клептили злаковых. В частности, физиологический объект, объект физиологов растений. Это клептили кукурузы. Это вот это вот, это замкнутое влагалище, да, первого листа. Ну, есть другой вариант влагалищ. Это влагалище зонтичных. И это влагалище, которые не представляют из себя листовое основание. Да, они тоже называются влагалищами. Как это произошло, я не знаю, почему так это произошло. Ну, наверное, потому что напоминает что-то типа, как бы по структуре напоминает что-то типа незамкнутого влагалища злаковых. Но давайте прочитаем внимательно. Они из себя представляют у зонтичных разросшиеся основания черешка. То есть с эмбриологической точки зрения разрослось не листовое основание, а черешок. Ну, то есть нижняя часть черешка. Я тоже покажу, как это выглядит. И когда вы увидите фотографию, я уверена, что вы вспомните эти растения. Вы неоднократно их видели. Итак, переходим к злаковым. Ну, и тут, конечно, надо сказать, что традисканцы на такое себе злаковые. Скажем так, однодольные. Да, здесь я употребляла влагалища злаковых, но вы же понимаете, что влагалища есть не только у злаковых. Вот, просто они очень характерны для злаковых. Так вот, традисканцы. Ой, сколько всего было сделано этой традисканцей. Сколько несчастных традисканцей живет на подоконниках школьных классов. Их вечно терзают, кромсают, режут туда-сюда. Ну, потому что растет она хорошо, довольно неприхотливо, при этом декоративно. А посмотреть на ней много чего интересного можно. Вот, ну, соответственно, у традисканцы классические замкнутые влагалища, и каждый последующий узел дополнительно снабжается вот этим вот замкнутым влагалищем, вот этой вот трубочкой. Но при этом здесь присутствует нормальный стебель. Ну, все нормально, такие как бы исходная трубка стебля, и на нее, значит, надеваются вот эти вот листья со своим влагалищем. Очень удобно, очень классно. Также декоративно окрашены. В общем, традисканцы это претерпело много от ботаников. Влагалище злаковых – это отдельная категория изучения. Чтобы вы понимали, это прям… Ой, если вы хотите действительно быть труботаником и вот прям уметь определять растения, если вы не определили энное количество злак и асок, вы не прохавали эту жизнь с самого низа. Я сейчас говорю очень жаргонным языком, потому что те, кто пытался поопределителям определять злаки, знают, что это боль. Это боль. Это реально боль, что злаки, что асоки, потому что определительные систематические признаки, которые разделяют различные злаки друг от друга и различные асоки друг от друга, это обычно что-то очень маленькое, которое не всегда можно увидеть. Нужно обязательно брать вот такой вот бинокуляр, чтобы это разглядеть. И ладно, это была бы какая-нибудь дополнительная чешуя там вот в этих соцветиях. Ладно бы это. Но если это форма листового влагалища, вот это конец. Потому что, ну, хотя бы вот посмотрите на рисуночек, который я взяла из учебника Александра Константиновича Тимонина, потому что, понимаете, есть вот ушки, язычки злаков. Вот так вот посмотришь на это и подумаешь, а чем они отличаются? Ну, ладно, здесь какая-то писюсечка торчит. И что? А потом выясняется, что это систематический признак, извините. Без него ты не отличишь, значит, одну там пшеничку от другой. Поэтому форма листовых влагалищ и то, как это все украшено. Кто-то щетинками, кто-то ресничками, кто-то волосками, кто-то еще чем-то. Это боль, которая приводит все-таки к вас к нужному ключу, к нужной тезе. Это действительно очень важный систематический признак, потому что так вот посадишь несколько мятликов друг с другом и подумаешь, все травки мятлики, все птички зяблики, все комары анофильцы. То есть различить невозможно. Только при помощи бинокуляров, только растения, собранные правильным способом. То есть если вы прошлись вот так вот, хапанули, значит, кусочек травки и пошли, нет. Для того, чтобы правильно определить злак, желательно выкапывать его чуть ли не с корневой системой. Потому что иногда очень важным оказывается положение зимующих почек, какая там длина вот этого влагалища, насколько это длинно. То есть вам реально приходится разбирать растения по частям, чтобы правильно определить. Ну и, конечно, иногда приходит, то есть важно, например, в правильный момент времени пытаться определить злаки, потому что у кого-то яркие отличительные признаки в вегетативный период, когда нет никакого цветения. У кого-то различить можно только тогда, когда они цветут, а у кого-то, наоборот, тогда, когда уже происходит плодоношение. Поэтому различать злаки и асоки – это, конечно, особая история. Ну, давайте посмотрим. Это два злака – зубровка и щетинник. Ну, у щетинника все понятно. К сожалению, ребята, я не нашла правильных фоточек. Но если вы попытаетесь включить, в смысле, если вы включите свое воображение и поверите моему слову, то у щетинника вот здесь вот по краешкам на самом деле находится большое количество щетинок. Это не замкнутое влагалище. Вы даже видите, что оно такое с запахом. Здесь тоже у зубровки с запахом, но при этом окончание влагалища выполнено такой тканью ненесущих хлоропластов. Это очень тоненькая такая пленочка. То есть у зубровки по краям пленочка, у щетинника по краям, соответственно, щетинки. И все это отличительная особенность. Да-да. Черешковое влагалище зонтичных. Значит, я думаю, что... А, слушайте, ну борщевик же все видели, наверное. Вот вспомните, что у борщевика... По-моему, у борщевика... Не помню, у кого. Ну, в общем, в данном случае у верчевника. У них, соответственно, вот это вот, на самом деле, листовое основание. Оно сильно разросшееся здесь. Оно полностью обнимает стебель. Но это черешок, который полностью обнимает стебель. И его основание... Черешок в итоге выглядит не как некая полая трубка, а как такое покрывало, которое прячет и защищает боковую почку. Главная функция этих влагалищ зонтичных – это защита боковых почек от всех неблагоприятных условий. Ну и, как вы понимаете, эти черешковые влагалища зонтичных бывают вегетативные и генеративные, потому что генеративные влагалища, они будут окрашиваться в соответствующий цвет соцветия, ну, цвет лепестков. Вот. Ну и, соответственно, нам становится понятно, что этот лист является брактеей, потому что он прикрывает с собой соцветия. Ну, вот такая вот история. А вот, собственно, этот герчевник и вот листовая пластинка этого герчевника. А теперь я хочу принять ставки. Как вы думаете, это простой лист или сложный? Расскажите мне. А если сложный, сможет ли кто-нибудь мне называть его? Так, сложный. Так, хорошо, народ пишет сложный. А как вы мне докажете, что это сложный? Сложно перестый. Так, ну ладно. Там вот каждого такого мастенького листочка же, типа, как бы идет черешочек такой мастенький еще. Поэтому мне кажется, сложно. Ну, потому что предполагаешь, что получается, если он начнет попадать, он начнет по отдельности попадать. Разве нет? Ну, поэтому сложно. На самом деле, да, Зинят, ты права. И в принципе, вы тоже все правы, что это сложный лист. Тройчатопереста сложный. Тройчатопереста сложный. Нет, Полин, не тройчатопереста сложный. Дваждопереста сложный. Не-не-не. Ребята, на самом деле, вспомните, давайте сразу вспомним петрушку, укропчик, вот эту всю историю. И что у них на самом деле у всех сложные листья. Но, помните, я вам показывала лист рябины. Не наши обычные, вот типа там коньячные рябины и так далее. А вот, господи, я забыла, как эта рябина называется. Мы говорили, что у нее пересто надрезанный лист. Помните, да, что у нее, как бы, вот идет общий рахис, нижние листочки отдельные, а верхняя часть, как бы, получается такая рассеченная листовая пластинка. И у нас получается, что лист представляет из себя соединение, как бы, элементов сложного листа и простого листа. Вот эти вот пересто надрезанные листья, вот это все, плюс петруху, укроп и туда, это все в категорию пересто надрезанных листьев. То есть, на самом деле, это дважды пересто надрезанный лист. Даже не дважды, а трижды, ребята. Трижды, потому что, смотрите, рахис первого порядка, рахис второго порядка. И от рахиса второго порядка отходит рахис третьего порядка, на котором имеются свои листочки. То есть, на самом деле, трижды пересто надрезанный лист. И тут, как вы понимаете, нет никакого там парно, не парно, потому что окончание вот этих рахисов, ну, они, вспомните, вае, да, и станет понятно, что вае – это не сложный лист, вае – это вае. Но так как здесь эти листовые пластинки не обладают неограниченным ростом, то есть у них ограниченный рост, это доказано, то мы не можем сказать, что это вае. Тогда мы говорим, что в данном случае это трижды пересто надрезанный лист. Ну, по крайней мере, так это можно описать. Вот такая вот интересная история. Дягель тоже, если что, это не борщевик сосновского, просто дягель короче, чем борщевик, борщевик больше. Вот у него такие вот гигантские эти влагалища. Ну, и в данном случае они не окрашиваются в цвет соцветия, хотя, в принципе, окрашиваются в цвет, просто соцветие не красненькое, а зелененькое. Чтобы вы понимали, для меня все это гигантское снытье. Вот как бы я на это смотрю и думаю, о, ну, сныть, ну, сныть – переросток. Ну, бывает, со снытью такое бывает, потому что листовые пластинки очень похожи на сныть. Вот, но это дягель приятно. Вот. А, кстати, вы, наверное, знаете, был такой знаменитый импресарио начала XX века, Сергей Дягелев, который представил и показал всему миру русский балет, благодаря которому балет вообще… И на самом деле и он и очень сильно на моду XX века повлиял, потому что вот эти вот сценические костюмы, это этно, вся история. В общем, очень замечательный человек. И те балетные артисты, которых он привлекал, тоже знаменитейшие там, и, конечно, Васлав Нежинский, и Михаил Фокин, и Анна Павла. В общем, замечательные балетные. В общем, почему я все это пила? Дело в том, что фамилия-то у него Дягелев. А фамилия у него дана была по роду занятий его семейства, его предков. Что сами они, по-моему, из Новгорода. Вот. И они делали водку, по-моему. Ну, то есть они делали водку на Дягеле. То есть они брали корень Дягеля. У него такой очень душистый корень. И, собственно, на нем делали алкоголь. Поэтому ему дали фамилию Дягелев. Ну, потому что гнали они его из Дягеля. Вот такая вот интересная история. Я, честно говоря, не знала, что это так. Вот недавно узнала, поэтому включила. Следующая особенность, ну, это вообще просто про злаки и их дополнительную пристроечку, которая называется лигула или язычок. Это прокладка между стеблем и листовым основанием. И листом, на самом деле. При этом это лигула, на самом деле, может быть разным. У кого-то лигула в виде цельного язычка. У кого-то лигула, здесь, к сожалению, это не очень видно, но тут остатки, наверное, видны. У кого-то лигула на кончике превращается в мелкие ворсиночки. И это тоже систематический признак. Также систематическим признаком является, насколько лигула выступает. У кого-то просто лигула вообще не видна. И она как бы, ну, это такая маленькая, маленькая прослочка и ничего. А у кого-то лигула довольно сильно выступает, как на данной фотографии. У данного злака здесь лигула вообще не выступает, но она при этом там присутствует внизу. Вот такая вот интересная история. На самом деле, одищенское мучение пытаться найти эту лигулу, особенно если вы как-то неправильно собрали, повредили ваше растение. В итоге выясняется, что вы потеряли какой-нибудь систематически важный морфологический признак, ну, потому что неправильно собрали. Вот это, конечно, боль. Я уже рассказывала вам о том, что влагалище является очень важной механической опорой для листовых пластинок. Но так как эти влагалища могут представлять из себя довольно большую конструкцию, не только там 5 миллиметров, а, например, по несколько сантиметров, то в итоге некоторые растения решают, что ну а зачем нам делать стебель внутри вот этого влагалища, если можно трубочку вставить еще в одну трубочку, еще в одну трубочку, еще в одну трубочку. Это получится очень большая такая хорошая механическая конструкция. Зачем тогда делать стебель? И энное количество растений однодольных, они прибегают к этой хитрости, вот в частности, чимерица. Я, кстати, долгое время, но я на самом деле до сих пор, я всегда путаю то ли чимерица, то ли чремица. Потому что в моей голове есть растение черемша. Ну, в смысле, черемша – это не растение, а вот та вкусность, которая получается. Поэтому у меня, значит, черемша сливается с чимерицей. И в итоге, каждый раз я, когда рассказываю кому-то, и у меня нет написанного названия этого растения, у меня, значит, в голове то ли чимерица, то ли чремица. Ну, в данном случае я все написала, поэтому чимерица. И у нее формируется ложный стебель, а истинный стебель появляется только тогда, когда она зацветает. Собственно, истинный стебель представляет из себя вот эту вот ось соцветия. Вот. Так же, кстати, делают банан. У бананов, если это вегетативная часть без цветка, то стебля там никакого нет. Там просто влагалище листьев вставленное друг в друга. А так как листья бананов большие, и листовые основания, соответственно, влагалища у них большие, то эта конструкция достигает там двух, трех, четырех метров без стебля. очень интересные. А самое главное, это получается устойчивой конструкции. Потому что трубочки все-таки полые, но при этом механически устойчивые. И плюс их много. Один наслоился на другой, на третий. При том, что чимерица, на самом деле, она невысокая. Это высота вот этих вот вегетативных частей достигает, ну, там, ну, сантиметров сорок максимум. Конечно, есть разные варианты чимерицы, но то, что растет у нас, вот в частности... А, кстати, сегодня же юбилей у нашего аптекарского огорода. Да, круглая дата. Вот. И, собственно, в ботсаду МГУ растет чимерица, такое, куртиночкой. Вот. Но она невысокая. Она там, ну, максимум сантиметров сорок, пятьдесят, и не более того. Но при этом банан – это высокая конструкция. Следующее, о чем мы с вами поговорим, и я думаю, что мы сейчас быстренько поговорим, и на этом закончим. Это прилистники. Во-первых, вы должны понимать, что не у всех растений есть прилистники. Кто-то решает, аптека, которая в МГУ... Да, значит, смотрите. Ботанический сад МГУ. У нас в Москве есть два ботанических сада. Первый – это главный ботсад. Это, собственно, метро «Ботанический сад». Это вот там. Рядом с ботаническим садом находится наш институт физиологии растений РАН. В общем, это главный ботсад. Это отдельная конструкция, потому что она подчиняется Российской академии наук. Это ботсад РАН. А есть ботсад МГУ. Соответственно, он является частью МГУ. И у ботсада МГУ есть две территории. Первая территория – это аптекарский огород. Но это территория МГУ. А вторая территория непосредственно напротив биофака. В общем, его территория от улицы Топографической критики. Короче, с двух сторон эта территория огорожена Мичуринским проспектом и Университетским проспектом. А начинает там вход прямо от биофака. Сейчас там поставили очень классные кафешки, там очень вкусная еда. В общем, класс, любовь наша. При этом, если аптекарский огород является именно выставочными такими образцами, то какая-то там именно селекция, коллекции, открытый грунт – это все в основном сосредоточено на территории ботсада МГУ, который напротив биофака. Ну, там тоже есть, конечно, выставочные площади, тоже есть там клумбы, посаженные по какому-то территориальному признаку или по какими-то профилактическим особенностям. Ну, в частности, там колесниковская коллекция сиреней, там очень большая коллекция сиреней, причем такая, знаете, советская коллекция. И вся сейчас селекция сиреней, она базируется на колесниковской коллекции. А вот, собственно, голландцы делают, как они брали старые колесниковские сорта и называли их новыми названиями. Ну, короче, тоже интересная такая история. А можно вопрос. Я видел пальмы, у которых черешки со старыми листьями наслаиваются и образуют шубку. Это растение делает специально. Эээ, Кирилл не очень поняла. Кирилл, а ты можешь включить, ну, в общем, звуком рассказать мне, о чем речь идет? Которые черешки со старыми листьями наслаиваются и образуют шубку. В общем, Кирилл, я не очень поняла ваш вопрос. Если есть возможность, пожалуйста, включите микрофон и расскажите мне это так. Ну, или что-нибудь в этом роде. Не, не могу. Просто я не очень поняла, что значит наслаиваются. Черешки со старыми листьями наслаиваются и образуют шубку. А, Господи, когда основания черешков остаются прикрепленными к стеблю, и у вас как бы получается, собственно говоря, вот стебель, да, и у вас получается, что здесь черешок торчит, здесь черешок торчит, здесь черешок торчит, а еще основание черешка так это разветляет, ну, как-то с мохнатицей, получается, как косовая такая шубка. Вот про эту историю идет или нет? Да, да, собственно, так происходит, но очень часто в диких... Вот такую конструкцию вы чаще всего видите, потому что... Значит, смотрите. Если начать издалека, то и в смысле включить физиологию растения во все это дело, то мы должны с вами вспомнить, что когда происходит листопад у растений, я сейчас говорю про запрограммированный листопад, ну, там, осенний, в общем, неважно, какой это запрограммированный листопад, потому что не всегда все-таки листья по осени отваливаются, иногда по возрасту, то обязательным условием листопада является формирование отделительного слоя. Формирование отделительного слоя запрограммировано и опосредуется растительным гормоном этиленом и включает в себя создание колозных пробок для того, чтобы никакие проводящие элементы не остались открытыми. Вот место формирования отделительного слоя может быть разным. В идеале отделительный слой формируется в месте непосредственного соприкосновения части листа, и неважно, что это будет, черешок, листовое основание, ну, что там, да, и стебля. То есть вот ровно от стебля все отваливается. Но иногда может отваливаться, как бы отделительный слой проходить по части черешка. Такое иногда бывает. И у некоторых пальм так и происходит. Поэтому вы видите такую конструкцию. Но есть другой вариант. Почему вы видите это? Потому что тут отделительный слой может быть ни при чем. Это может быть как это, культурное наслоение. Но я к тому, что пришел в садовник и просто отпилил сдохший лист. Ну, вот так вот он его отпилил. Но чаще всего это история про то, что отделительный слой формируется не здесь вот непосредственно, а на части черешка. К тому же это, почему это остается? Ну, вряд ли это история про дополнительную механическую прочность. Потому что давайте подумаем, сколько дополнительных КГ на себе в итоге будет нести вся эта история. Там я отдельно на следующем занятии мы с вами поговорим про формирование листьев пальм. Потому что это все-таки особая история. Там немножко по-другому это происходит. В отличие от обычных растений, ну, в смысле, от других растений. И вообще то, что из себя представляет пальма как дерево, это тоже отдельная история. Мы вообще на следующем занятии отдельно поговорим про пальмы и про их вторичное утолщение, и про формирование их листьев, потому что это отдельная история. Ну, и думаю, что зайдет речь, конечно, и про формирование отделительного слоя. Мы тоже тогда об этом с вами поговорим. Спасибо за вопрос, Кирилл. Так, прилистники времени осталось у нас немного. Значит, во-первых, вы должны понимать, что не у всех растений есть прилистники. Ну, вот это слово совсем. То есть могут быть растения, у которых они даже не закладываются. Ну, то есть вообще. Даже в миристеме не закладываются. Потому что в норме, когда происходит формирование листа, пилистема от себя отделяет некую кучку клеток. Там счетное количество клеток. Ну, например, там 32 клетки. Это я сейчас от головы взяла, какое-то конкретное число. И эти клетки, извините, это количество клеток, оно предполагает, что там 15 клеток пойдет на формирование листовой пластинки, 17 клеток пойдет на формирование черешка, сколько-то клеток пойдет на формирование того-то, сколько-то клеток на формирование того-то и так далее, и так далее. То есть исходно эта еще неоформленная кучка клеток прекрасно знает, кто из них кем станет. Так вот даже на этом этапе у некоторых растений даже не выделяются клетки для создания прилистников. А у кого-то выделяются, и тогда эти прилистники могут быть очень вариативной формы, очень вариативных функций, и вообще растение с ними может сделать все, что угодно. Начиная от того, что он просто сделает прилистники, а потом скажет, ой, как они мне надоели, и сбросит. Так, например, делает тюльпанное дерево. Ну, просто сформировались прилистники, ну и все, уже они не нужны, они там какую-нибудь защитную функцию поначалу унесли, все, листовая пластинка развернул, ну и все, уйди корябой, твои противные ласки, все, значит, отвалилось. Другая функция, другая история, когда прилистники являются полноценной фотосинтезирующей поверхностью. Ну, в частности, горох писум сатиновым под буковкой «Б» так делают. Причем, более того, их прилистники большие. А, кстати, у вас же был листочек писум сатиновым, да, у вас был, значит, маленький рафисик, листочки сложного листа, усик и гигантские такие вот прилистники. Ну, вот, собственно, был сложный лист, вот это были прилистники, это были листочки сложного листа, а вот это вообще был усик. Я не знаю, догадались вы или нет, но я специально там предписала, что это писум сатевым. Я думала, что, может быть, вы догадаетесь, что это горох. Вот, просто сложный лист гороха может быть разный, может состоять из нескольких категорий. может состоять не из пары листочков сложного листа, а из двух пар, трех пар, четырех пар. Все зависит от возраста листа. Чем старше лист, чем раньше он появился на растении, тем более простое у него строение. Чем ближе к окончанию, тем более сложное. Так вот, эти прилистники всегда сохраняются всю жизнь. Их морфология отличается, потому что ближе к своему основанию по внешнему краю у них имеется зубчатый край листовой пластинки. А что такое раструб? Зайка молодец, правильно прочитал. Раструб, давайте посмотрим. Е, если я правильно понимаю. Да, 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 Е это раструб. Раструб визуально может выглядеть как влагалище. То есть это некая трубка, которая... Я покажу сейчас отдельные фотки. Хотя ладно, что я уже вот про них говорю. Вот, посмотрите, вот он раструб. Выглядит как сросшаяся трубка. И ты думаешь, ребят, ну это же прям влагалище. Ну выглядит как влагалище. А на самом деле нет. Это прилистники. Это сросшиеся прилистники. Семейство полигонация. О, господи, полигонация, ребят, а как по-русски это полигонация? Речавковый, горцевый, ребят, не помню. В общем, это полностью замкнутая трубка, которая представляет из себя сросшиеся прилистники. И никакого отношения к влагалищу не имеет. То есть трубочки сросшиеся структуры вокруг стебля могут быть трех вариантов. Значит, первый вариант. Это замкнутое или не замкнутое влагалище по типу злаковых. Первый вариант. Второй вариант. Это всегда не замкнутое влагалище зонтичных, которое представляет из себя разросшийся черешок. И третий вариант. Это абсолютно замкнутая структура, которая представляет из себя сросшиеся прилистники полигонации. В общем, горцы, говорится, такой, горец, сякой. У кого-то это большие по длине раструбы. У кого-то это маленькие. Сейчас я покажу вот еще один. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот он тоже раструб. Вот он. Видите, он здесь вообще пленчатый такой. Это, кстати, является систематическим признаком. Вот как вот эти вот формы влагалища, этих язычков и всякого такого узлаковых. Так же в этих вот этих. Вот, видите, такая маленькая пленчатая структурка. Так получилось, что она выглядит так. Какая функциональная нагрузка? Честно, не понимаю. Не знаю. Явно не фотосинтетическая. Защитная, но может быть на каких-то супер ранних этапах и защитная. Хотя оно такое. В общем, не могу функциональную нагрузку определить ее. Вот. Дальше. Сейчас я уберу. Декорация. Да, наверное, декорация. Значит, первый вариант. Вот он. Это свободные опадающие, например, как у тюльпанного дерева. Второй вариант. Это постоянные фотосинтезирующие, отличные по морфологии листовой пластинки прилистники. Это самое жуть, конечно, это у подморенников. Там просто подморенников много разных. И у них прилистники абсолютно неотличимы от листовых пластинок. Только на этапе формирования, прослеживая эмбриогены с энтогенез, вы можете понять, кто из них прилистник, а кто из них листовая пластинка. И то не факт. Ну, короче, вы должны в этом разбираться. Вообще неотличимы. И они всю жизнь существуют. Несут абсолютно все те же самые функции, что листья. В общем, полная функциональная нагрузка. Дальше. Дальше мы должны с вами вспомнить про всякие сложные листья. И тогда у нас можно, пожалуйста, еще раз повторить, какая функция у влагалища. Значит, Анечка. У влагалища функция, несколько может быть функций. Первая функция может быть это увеличение фотосинтетической поверхности. Но скорее это не основная функция, потому что не все злаки только на это возлагают свои надежды. Основная из функций – это механическая прочность. Потому что так как влагалища возникают у листьев, в которых нет черешков, ну, мы сейчас не говорим про зонтичных, у них нечестные влагалища, про влагалища злаковых, то если ты прикрепляешься к стеблю, условно говоря, в одной точке, но вот так вот обнимая, это как бы одна механическая прочность твоего листа. Тебя отнять, отодрать от стебля, ну, в принципе, более-менее легко. Если же ты прикрепляешься к листу вот так, то твоя устойчивость и степень прикрепления к стеблю намного выше. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, как сложно отодрать один лист от какого-нибудь злака. Вы, скорее, все растение вытащите с корнем, нежели чем оторвете один лист от злака, потому что это дополнительная механическая прочность. То есть основная функция влагалища – это все-таки механическая устойчивость листовой пластинки и прикрепление к стеблю. Дальше, когда мы говорим про сложные листья, например, каких-нибудь розовых, я специально сейчас не сказала разоцветные, потому что разоцветные – это гигантская группа, а розовые – это все-таки семейство, то у них прилистники прирастают к арахису сложного листа. Ваше первое растение, которое называлось спонсорус трехлисточковый, это очень примечательное растение, потому что это фактически родоначальник всех плодовых цитрусовых деревьев. Селекция, особенно в нашей стране, селекция цитрусовых начиналась с понсоруса, потому что плод понсоруса, ну, как бы, ну, такой, с точки зрения еды, но дальнейшая селекция привела к гигантскому количеству гибридов. Более того, вся вот эта история привой-подвой, если происходит прививка на растение понсоруса, на основу понсоруса, то эти деревья максимально живучи. Так вот, понсорус трехлисточковый, на самом деле у него вот то, что вы видели, соответственно, вот тут вот по бокам у него были такие уж ушечки, вот он был раз, два, три. На самом деле это сложный, тройч это сложный лист, а вот это, это прилистники сложного листа, которые приросли к рахису. Я не думаю, что кто-нибудь из вас это написал, но я просто дала вам как бы для забавы. Дело в том, что можно было понять, что это сложный лист, внимательно проследив за тем, что вот эта вот верхняя часть разительно отличается от нижней. Уж больно они не похожи друг на друга, и в принципе эта история очень похожа на то, как происходит это у розы какой-нибудь там шиповник и так и далее. Но сейчас у всех современных плодовых цитрусовых у них простой лист, который состоит из просто трех частей, которые сильно рассечены. Дальше. Ну, прилистники могут срастаться друг с другом. Ну, в первый случай мы с вами уже обсудили, это раструб. Они могут срастаться и жить на противоположной стороне от самого листа или на той же стороне листа. Ну, тут все зависит от так. Это про это мы с вами обсудили. Вот, давайте с вами посмотрим. Вот слева у нас лириадедрон тюльпифер. Это тюльпанное дерево. И у него, в общем, я сейчас покажу, где это, а вы мне поверьте. В общем, тут есть такие маленькие зеленые штучки. Это и есть прилистники лириадедрона, которые довольно быстро опадают, потому что они не нужны вообще ни зачем. Ну, это такой рудимент. Он у них остался. Особой фотосинтедирующей поверхности у них нет, хотя они зелененькие, но тем не менее. Следующее наше дерево – цицер. Кто, кстати, знает, как цицер будет по-русски? Цицер ориентинум. Ну, как понимаете, что это бобовое, потому что вот он у нас этот боб. Вот. Ну, ладно, в общем, если кто-нибудь вспомнит, напишет мне. У них классический сложный, не парно-периста, сложный лист, в основании которого развиваются прилистники. Причем эти прилистники не несут такой уж прям… Они не супер большие, в отличие от гороха. У гороха они прям большие. Но при этом они сильно отличаются по морфологии от листочков сложного листа. Нут. Сабина, правильно. Цицер – это нут. Ой. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Вот. Цицер – это нут. Вот эти маленькие прилистнички. Вот. И вот там вот живут всякие бобики. Следующие наши с вами прилистники – это остролуточник синий. Вот они здесь. Ну, это, кстати, тоже бобовая. Примерно та же самая история. А вот у нас подморильник, цепкий. И вот эти вот… Кто из них прилистник? Кто из них лист? Не разберешь. Только при формировании. И то как бы не особо. Те прилистники, приросшие крахи суп, о которых я говорила. Вот это роза альба. Ну, вот, да. Здесь, конечно, ну, можно сказать, что они, конечно, несут фотосинтетическую нагрузку. Несут, потому что они все-таки зелененькие. Ну, вот такой вот рудиментик, я бы сказала. И вот он, фонцорус трехлисточковый. Значит, смотрите. Вот это вот прилистники сложного листа. Вот это вот раз листовая пластинка, два листовая пластинка, ну, в смысле, это раз листочек сложного листа, два листочек сложного листа, три листочек сложного листа. Почему обратите внимание, что окончание листовой пластинки у них вот такое вот выемчатое. В общем, очень интересное такое растение. Про это мы сегодня уже не будем говорить. А, вот горох. Ладно, все. На этом с вами закончим.